всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса я немножко охрип потому что говорил сегодня девять часов у меня был очный прием традиционно по пятницам 8 9 человек сегодня было 9 поэтому обычно к вечеру пятницы у меня немножко севший голос но я надеюсь вы к этому как-то адаптируетесь и так канал невроза мегаполиса я алексей красиков рады приветствовать вас на очередной небольшой лекции как я анонсировал несколько дней назад обещал снять ролик о внутренних конфликтах о том о чем собственно я говорил достаточно давно канал основан 2011 году если вы возьмете ролики одиннадцатого двенадцатого года вы уже услышите термин внутренний конфликт термин патогенез и термин психодинамическая концепция для тех кто только присоединился и смотрит мой канал впервые этот канал рассказывает о неврозах викето сосудистой дистонии как основной жалобе о панических тревожно фабических расстройствах я думаю что этот ролик ждала энное количество людей я его анонсировал много вопросов по внутренним конфликтам много недопониманий и сегодня я расскажу об этом чуть подробнее и анонсирую вебинар который состоится 26 марта это будет трехчасовой до 26 марта это будет трехчасовой большой практический вебинар именно по внутренним конфликтам где я достаточно глубоко практически окунусь в каждый из внутренних конфликтов о том как это проявляется по симптоматике и самое главное по технологии выявления и по технологии работы с таким или иным внутренним конфликтам значит почему снимаю это видео хотя на самом деле видео внутренних конфликтах как об идеологической причине невротических расстройств меня было много раньше если вы помните я бился постоянно с тем что в основе невроза лежит внутренний конфликт сталкивался с постоянной критикой по этому поводу что такой внутренний конфликт зачем это надо сейчас я все больше и больше вижу блогеров психологов коллег которые все-таки рано или поздно тремя годами раньше или тремя годами позже пришли как к когнитинопоеденческой терапии так и понятию что все-таки как выяснилось в основе невроза лежит внутренний конфликт с чем я собственно говоря моих коллег и друзей поздравляю вы наконец-то 2016 году посмотрели ролики канала прочитали литературу и все-таки пришли к той концепции и к тому методу о котором я говорил уже лет шесть на своем канале соответственно что же такое внутренний конфликт какие они бывают как это работает что это и как это давайте наверное начнем с того что роликом раньше я говорил о том что панические атаки агорофобия и гетососудистая дисфункция как основная жалоба не является самой главной проблемой потому что это лишь следствие а вы помните об этом проблема наших клиентов заключается в том что внутренний конфликт как таковой ими не осознается было бы странно если бы он ими осознавался и конечно напряжение которое возникло вследствие невротического расстройства проявляется в виде телесного эмоционального и поведенческого компонента ну телесные вы знаете это вегетативные жалобы всевозможные эмоциональные это всевозможные тревоги тревожные состояния в том числе пик паники в том числе депрессии в том числе навязчивые сомнения переживания ну и поведение это избегание это проверки это срывы определенного рода невротического поведения в том числе и в интернете показать всем какое хорошее все плохие как меня обижают но об этом чуть попозже соответственно это все проявление того самого напряжения которое основано в этиологии неврозов значит давайте дадим сначала определение что же такое на внутренний конфликт во-первых нужно понимать что есть мировая концепция мировая практика для принято считать что внутренний конфликт это борьба против речевых тенденций нужно понимать что есть два типа конфликта внутренний и внешний когда мы говорим внутренний конфликт многим зрителям или обывателям начинает казаться что внутренний конфликт это конфликт меня и обстоятельств я например хочу этого а обстоятельства или мама или папа так не делают здесь надо понимать что это не внутренний конфликт. Это конфликт внешний. Конфликт человека со средой или конфликт человека с некими обстоятельствами. Это не внутренний конфликт, это конфликт внешний. А вот внутренний конфликт, тот самый, который создает то самое динамическое напряжение. Почему динамическое и динамическая концепция? Это динамическая концепция. Что такое динамическая концепция? Динамика или внутренний конфликт – это борьба противоречивой тенденции человека с человеком внутри себя. То есть, чтобы вам было совсем просто понять, представьте, что у вас есть внутренняя мотивация вашего сердца или вашей души, а затем есть голова, где есть убеждение. Вот внутренний конфликт – это борьба с самим собой. Это противоречивая тенденция к одному и тому же объекту или к одной и той же потребности, где есть борьба мотивов. Я хочу уйти, и я не хочу уйти. Я хочу этого, и я не хочу этого. И здесь нужно сделать несколько пояснений, что в мире принято делить внутренний конфликт на четыре основные классификации. Так же, как и в мире принято считать, что есть три основных вида невроза. которые проявляются, как я уже сказал выше, телесно, эмоционально и поведенчески. Вот первый тип невроза, который открыл Зигмунд Фройд больше 120 лет назад, а Фройд был неврологом. И он, собственно говоря, открыл такой конфликт, открыл такой невроз, как истериус. Истериус с латыни – это матка. Соответственно, Фройд увидел, что у большинства женщин есть специфические клинические жалобы на очень широкое проявление головной боли, обруч на голове, сдавливание, жар, волны, всевозможные неврологические парастезии, дистенезии, пронзания, прокалывания, волны в животе, внутри. И все эти симптомы, как правило, очень бурно описываются. Плюс эти личности очень такие эмоциональные, яркие, женщины, жаждущие соблазнить своего терапевта, или вообще очень такие яркие женщины в жизни, для них сексуальная жизнь – это особый вопрос. И Фрейд назвал этот невроз истерическим. Отсюда, собственно говоря, потом и пошла история истерического внутреннего конфликта. Затем есть второй тип неврозов на планете Земля – это невростыния. Невростыния тоже имеется внутренний конфликт, называется невростынический. Я уже об этом говорил в предыдущих лекциях. Есть третий тип невроза – это УКР. А внутренний конфликт называется обсессивно-психостынический. Подробно об этих конфликтах я буду рассказывать на своем вебинаре. Он будет практически обучающий. Скорее всего, на него придут энное количество коллег, которых я буду рад видеть и объяснить некоторые вещи. Хотя одному коллеге, одному знакомому я недавно прислал эту классификацию. Он так удивился. Говорит, а кто этот автор, а что это такое? Был так удивлен. А затем через некоторое время торжественно об этом публично рассказал. Как будто он это знает всю жизнь. Ну, это внутренний конфликт истерический. Ну, хорошо, я рад, отлично, что вы теперь с этим знакомы. И вы это знаете, изучаете, практикуете. И наконец-то вы к этому пришли. Так вот, значит, в чем фишка? В чем технология? Большинство пациентов, имея панические атаки, агорофобию или гетатильную дисфункцию, сфокусированы на своем самочувствии. Они совершенно напрочь не то чтобы забывают. Они даже не могут предположить, что суть их внутреннего противоречия и борения с самим собой находится в округленных сферах жизни. Связано это с определенным обозрением или убеждениями и потребностью. Потребность сформирована в детстве и убеждение сформировано в детстве. Вот так это можно назвать. Я приготовил пример своего клиента, одного из, где я сейчас вам просто-напросто покажу, что же такое классический внутренний конфликт, хотя примеров можно привить в масса, и много примеров я буду приводить именно на вебинаре по каждому типу внутреннего конфликта. А четвертый внутренний конфликт называется миксд. Это смешанный внутренний конфликт, когда есть какой-то доминирующий и вторичный. Ну, например, чаще всего это обсессивно-психоэстенический и невростенический сочетанности. То есть у человека, соответственно, и будет определенная симптоматика и суть его противоречий и стратегии поведения будет также сочетана. Я вам приготовил пример. Пример заключается в том, что пациент жалуется на большое количество вегетативных жалоб, на панические атаки, на страхи, на беспокойство, постоянное желание в себе что-то покопаться, нарыть какую-то проблему, то это, то это, то это. А вдруг сердце, а вдруг что-то с организмом. В общем, такая эпохондрическая симптоматика, поиск в себе заболевания, эпохондрия. Соответственно, суть, не буду сейчас рассказывать о том, как мы все к этому шли, сейчас я кое-что тут уточню. Суть внутреннего конфликта в данном случае заключалась в следующем, что для человека очень болезненно работать на той работе, потому что он чувствует себя там, скажем так, не свободно. Он хотел бы внутренне быть финансово независимым, потому что его работа связана с его семьей, и он вынужден подчиняться в определенной степени семейным таким уставам, это семейный, скажем так, бизнес. И суть заключается в том, что он не может и не хочет быть зависимым. Он хочет уйти, с одной стороны, чтобы быть финансово независимым и принимать самому решение. Но проблема в том, что драйв «я хочу уйти» перебивает другой драйв «я хочу остаться». Потому что если я уйду, то не факт, что у меня получится вести собственный бизнес, не факт, что я справлюсь, и вот этот страх, что я не справлюсь, этот страх, что у меня не получится, вызывает драйв «останься». В итоге человек начинает приобретать очень сильное внутреннее напряжение. Нога уйти, нога – останься. Нога уйти, нога – останься. И вот это динамическое столкновение противоречивых тенденций и называется внутренним конфликтом. Как это все решается, я буду рассказывать на своем практическом вебинаре. Потому что это технология. Технология не совсем простая. Значит, что нужно пояснить? Можно ли и нужно ли искать внутренний конфликт? Или достаточно работать в когнитивно-поведенческой парадигме, чтобы просто работать с убеждениями? Я скажу так, и да, и нет. Вы можете, если вы коллега или вы пациент, который неплохо разбирается, действительно работать в когнитивно-поведенческой парадигме, прорабатывая в целом свои убеждения по определенной технологии со специалистом, который не прочитал книгу Альберта Эллиса «Теория практики о рациональной мотивной терапии» и теперь с гордостью считает, что он в этом разбирается, а который прошел сертифицированное обучение – базовый уровень, продвинутый уровень, когнитивно-терапия депрессии, когнитивно-терапии тревожных расстройств, когнитивно-терапия расстройства личности, потому что вот эти все обучения, они затачивают терапевта на определенную работу, а не просто книжку прочитать. Если бы, знаешь, если бы можно было работать глубоко и эффективно, прочитав книгу именно с неврозом, ну, наверное, неврозов бы давным-давно не было. Вот, соответственно, что надо здесь понимать? Можно ли самому найти внутренний конфликт? И как это делать и стоит ли? Во-первых, у меня есть видеокурс, который три или четыре года назад был выпущен. Как вы помните, это были DVD, сейчас он в электронном формате. Вторая часть называется «Поиск и анализ внутреннего конфликта». Еще три года назад этот материал уже был, и он до сих пор есть в продаже. Там еще есть вебинары с примерами внутренних конфликтов, там есть технология в методичке впечатной. Так что, если кому интересно, вы можете это все приобрести еще в разделе «Материал для самостоятельной работы» на сайте Безневроза ТВ. Кто приобретал, тот знает. Тот, кто работает со мной в группах, прекрасно об этом знает и лично, потому что мы непосредственно там занимаемся этим вопросом. Так вот, можно ли и нужно ли искать внутренний конфликт? Тут есть такой нюанс. Значит, можно ли найти самому? И второй тезис, который мне написали, оправда ли самокопание, вот этот термин мне не очень понятен, поиск внутреннего конфликта вызывает ухудшение самочувствия. Во-первых, ухудшение самочувствия вызывает эмоциональное состояние, это первое. И если человек эмоционально загружен, надо найти внутренний конфликт, надо найти внутренний конфликт, точно так же, как надо сдать экзамен, надо сдать экзамен, конечно, его эмоциональное состояние поднимается, его самочувствие ухудшается. И тут вопрос не во внутреннем конфликте, а в вопрос в том, насколько невротично ты пытаешься, и для тебя это важно, найти что-то. Значит, нюанс. Мое мнение, и мнение канала Невроза Мегаполиса заключается в том, и моя практика говорит о том, что внутренний конфликт сам клиент найти может все-таки. Но только лишь, либо с помощью специалиста, либо с помощью технологии. Если у него есть правильная технология, и он хорошо эту технологию освоит, разжеванную технологию, это ту, которую я даю в видеокурсе, и ту, которую я буду давать на вебинаре, человек может сам прекрасно понять суть своего противоречия. Вот сегодня был клиент, парень молодой, первый раз пришел к внутреннему конфликту, вот, я не знаю, может он там напишет в комментариях, может и напишет. Вот он пришел, мы начали в 4 часа, к 16.30, мы уже сформировали суть его противоречия, он сидел, смеялся на диване. Не потому, что я такой молодец, а потому что внутренние конфликты бывают разные. Бывают такие, которые на поверхности, и стоит просто опытом пошевелить, как говорится. А бывает немного сложновато, где приходится покопошиться самому терапевту в собственных аналитических способностях. Значит, поэтому найти собственное внутреннее противоречие можно. Тут есть одна тенденция, что внутренний конфликт не где-то зарыт, его надо искать. Внутренний конфликт, как борьба противоречивой тенденции, идет у тебя всю жизнь. И искать надо не внутренний конфликт, а искать надо просто те обстоятельства, которые будут на самом деле примерно одинаково противоречить. Если у тебя есть тенденция противоречить самому себе, создавать постоянно внутреннее противоречие, а если у тебя есть симптоматика, то это 100% так, потому что у тебя либо истерия, истерический, либо невростенический, либо апсинопсихстенический, либо смешанный. То есть у тебя уже всю жизнь, во многих сферах жизни есть некоторые тенденции к противоречию. Вопрос просто заключается в том, что ты не видишь то, как ты сам создаешь себе противоречие внутри себя и вызываешь напряжение. Оговорюсь сразу, что паническая атака, как пароксизмальный испуг, а не симптом невроза, паническая атака – это испуг вегетативного напряжения, в своей основе не несет внутренний конфликт. Хотя, в принципе, гипотетически это выглядит, как я отрицаю то, что со мной происходит, но мы сейчас не будем в эгостенциальной ценности входить про страх смерти, что я не принимаю смерть, бла-бла-бла, и это сейчас не нужно трогать. Сама паническая атака – это испуг и верование в то, что вегетатика сейчас вас убьет. Агорофобия – это избегание тех обстоятельств, в которых вам кажется, что вы умрете. Поэтому агорофобия и паническая атака сама по себе являются следствием неправильной логики и неправильной интерпретации напряжения. Но паническая атака, как вегетативное напряжение откуда-то возникает, вследствие чего потом формируется испуг, а потом формируется избегающее поведение. Вот то, с чего начинается паническая атака – это и есть то самое напряжение, которое вызвано динамическим столкновением в психике. Ну, например, девушка едет на утром на учебу или на работу, или с работы домой. И у нее возникает напряжение. Предположим, это первое напряжение. И странным образом возникает совпадение. «А куда ты едешь? На работу. А ты хочешь ехать на эту работу? Я ее ненавижу». Клиентка просыпается утром, ей уже плохо. Она говорит, у меня ВСД, мне прямо с утра плохо. Я задаю простой логический вопрос. С чем ты будешь сталкиваться в течение этого дня? Посмотри, что тебя окружает. С кем ты просыпаешься, с кем ты засыпаешь. Что ты будешь делать днем? И вот тут возникают все ответы на многие вопросы. Что на самом деле люди не понимают, что их напряжение они создают себе сами, либо противореча себе, либо пугаясь своего напряжения. Так вот, можно ли найти самому внутренний конфликт? Да, можно. Но надо знать технологии или надо работать со специалистом. Соответственно, здесь, наверное, вопросы были закрыты. Что еще по внутренним конфликтам? Значит, что можно тут добавить? Было бы неплохо, если бы сейчас вопросы, точнее, еще позадавали. Могут ли быть ухудшения от самокопания? Есть такой тезис, да? Я не согласен с тем, что вот такая, знаете, популистское заявление, что внутренний конфликт, если самому копошаться, ухудшит состояние. Во-первых, невроз – это не болезнь. Чтобы что-то ухудшить. Невроз – это эмоциональное состояние. И если человек фанатично пытается что-то найти, конечно, он эмоционально будет напряжен. Поэтому давайте такой краткий алгоритм. Если у вас есть вегетатика, как жалоба, паника или агорофобия, то вы должны просто понимать, что есть внутреннее противоречие, которое, как правило, всегда связано с принятием решений в жизни. Подсказочка вам. Но об этом чуть попозже, на вебинаре 26-го. Там детально я буду об этом говорить. Реже, когда эта история связана с осуждением принятого решения. Так вот, может ли ухудшить? Нет, не может. Соответственно, тут надо понимать, что это просто популистская история, а то, что люди говорят, я решила поискать свой внутренний конфликт, как ты его начнешь искать. У тебя есть технология, у тебя есть специалист, и что ты там ищешь? Его не надо искать. Он на поверхности. Просто ты не видишь определенных закономерностей. Поэтому искать ничего не надо, надо просто работать по технологии. Вот и все. Затем возникает процесс, который называется инсайтом по фрейдической концепции, или осознанием своего противоречия. Сложность заключается в том, что даже если клиент осознал свое противоречие, и то, как он эти противоречия постоянно создает, вы не сможете просто так решить противоречие. Потому что, как сказал наш великий предшественник, клиенту субъективно кажется, что данное противоречие невозможно разрешить. Поэтому то, что вы осознали внутренний конфликт, даже еще не говорит о том, что вам станет легче. Но осознали. Но с одной стороны вы хотите уйти с работы, с другой стороны вы хотите остаться. Но осознали, что вы хотите, с одной стороны, уйти от мужа, с другой стороны вы хотите остаться. Но осознали, что вы требуете от себя определенных вещей, а ситуация, скажем так, выглядит так, что вы говорите «нет, все-таки не буду». Ну, например, ваш покорный слуга в 2007 году я начал заниматься психотерапией. Вот я себе отметил срок 2006 год. Потому что в 2006-2007 году я стал испытывать сам паники, кардиофобию. И с этого момента я стал заниматься психологией и помогать другим людям, потому что я достаточно быстро с ним справился. А канал основал в 2011. Так вот, суть моего внутреннего конфликта, как вы знаете из ролика «Обо мне», можно его посмотреть, кстати говоря, в разделе «Обо мне» на сайте Безневроза ТВ. Мой внутренний конфликт заключался в том, что с одной стороны я говорил «Леха, вали из этого ресторана, все не так, все не получается, надо уходить». А другой мой драйв говорил «Останься, что ты уволишься, ты должен дожать этот ресторан, ты должен вывести его в плюс, это будет слабо с твоей стороны, если ты уволишься». Я с одной стороны хотел уволиться и ехал на работу вот так, просто… Мне там было плохо, а с другой стороны я говорил «Я не могу уволиться», и «не хочу уволиться», потому что «Должен остаться и должен». И мой симптом, как паническая атака и кардиофобия, выполнили определенную функцию. В внутренних конфликтов, как три основных конфликта, есть три основные функции, Об этом мы поговорим на вебинаре тоже дополнительно. Коротко забегая, моя функция была такой. Благодаря своему симптому я оправдал собственное увольнение. Я не сказал самому себе, Крайсков, ты увольняешься, потому что у тебя не получается, или ты не смог, или ни ресторан не твой не потянул. Я сказал себе, что я уволился, потому что у меня с сердцем что-то случилось. Понимаете? То есть я как бы подстелил свой симптом под решение. Отсюда будет вытекать определенная технология. Об этом тоже на вебинаре. Кстати, вебинар будет дорогой, мест будет мало, поэтому вы, скорее всего, на него, возможно, и не попадете. 26 число. Это будет очень такой обучающий, практически важный материал, поэтому он не будет дешевым ни в записи, ни в онлайне, где вы сможете задать уточняющие вопросы. Поэтому кому это интересная тема, приходите, но сразу могу сказать, что народу там будет немного. Потому что он будет не дешевым, потому что тема не только для коллег, но и такая она очень важная в практической сфере, поэтому дешевого вебинар стоить не будет. Ну и не могу сказать, что он будет каких-то баснословных денег стоить, потому что, например, одна поездка в Питер на повышение квалификации необычно обходится в полтинник. Поэтому тут, как бы, это совершенно не такие цены будут. Так вот. Поэтому есть определенная функция симптомов, которая помогает, как бы, вам решить внутренний конфликт. Или его откладывать. Вот об этом все мы поговорим на вебинаре. По поводу постоянно задающих вопросов, в том числе критики. Значит, первый момент по поводу критики, с какого года я работаю. Тут почему-то у кого-то невротично он решил, что я работаю с 2013 года. Не очень понятно, на каком основании. Но открой ты канал, посмотри. Канал Невроза Мегаполиса основан в 2011 году, в июне уже раз. На момент основания канала я уже консультировал. Уже нелогично. Что за детский сад? Второе. Канал был основан, как я уже много раз говорил, по вопросу, потому что я устал консультировать людей. И в Скайпе, и в Одноклассниках. Первая группа была по паническим атакам. И я решил снять видеоролики, чтобы не отстали. До 2011 года я уже консультировал с 2007 года в Одноклассниках и в Скайпе бесплатно. Помните сайт alexkrasikov.ru? Такой простенький, смешной. Ну, какой это был год? Это был год еще до видео. Это был как раз седьмой, восьмой, девятый. Да, соответственно, здесь надо понимать, что... Ну, в общем, что тут комментировать? Проблема у меня была в шестом году. С этого года я начал помогать людям. Потом я открыл в седьмом году группу в Одноклассниках. И устал писать одно и то же. И через какое-то время уже снял первые видеоролики. И думал, отмажусь. Но не тут-то было, все только началось. В общем, я об этом говорил уже много раз. Чего об этом повторяться? Второй популярный вопрос касается... Я в последние два года канал Невроза Мегаполиса и я лично пествуют и такую позицию, что декларация «Счастливая жизнь без панических атак и ВСД» это лицемерие. Вот меня тут обвинили в лицемерии. Правда, я не очень, по-моему, по-моему, в каком лицемерии. И как это выражено. То, что я написал с 2006 года, ну, это правда. Ну, посмотри, когда канал основан. Посмотри, почему он был основан. Это уже не тринадцатый. Вот. Соответственно, мне кажется, здесь больше мне кажется, лицемерием это обещать своим клиентам счастливую жизнь без панических атак и ВСД. Не лицемерие ли это? Если продолжать тему лицемерия, если так интересно, не лицемерие ли называть Arr метод, разработанный Иваном Петровичем Павловым, Skinner'ом, Вольпо, который называется «Системная дисенсибилизация». Сейчас я расскажу, как это было сделано. Книгу Люсин Дебасит Книгу Еще там парочку книг Своим собственным методом И лучшей технологией Не лицемерие ли это Взять авторов Соединить все это в одну рукопись И назвать это бестселлером Самому Бестселлер Лучшие продажи По официальным рейтингам магазинов И издателей Не лицемерие ли это Поэтому Я так скажу Тот кто это знает Человек к которому я обращаюсь Чья бы корова мычала Про лицемерие А вот ваша бы молчала Вообще мне это напоминает Фишку про лицемерие Держи вора Когда у самого рыльца По поводу денег По поводу каких-то нюансов В пушку И тут надо Вот как-то Построить из себя Такого благородного героя Чтобы все остальные Были плохие И вот Ему задницу полизали Какой ты хороший Какой ты молодец Ты так за нас переживаешь Ну Здесь У меня все время возникает Вопрос к личной терапии К личной мотивации Почему тебя так это беспокоит Что сказал Красиков Какая тебе разница Почему так это тебя парит Что за невротическая реакция Какая тебе разница Вот про меня кто-то Поливает меня по носам С утра до вечера Пишу что ли кому-нибудь Нет Ты не прав Не надо Я достаточно уверен На себе человек И уверен на себе человек Который разбирается В том вопросе Которым занимается Мне еще многому учиться Безусловно И я это продолжаю делать Но пытаться Кому-то что-то объяснить Бить себя кулаком в грудь Это слишком Невротический мотив Поэтому здесь больше вопрос Что случилось И тут больше вопрос Мне кажется кстати Что вот эта тема Которую я стал педалировать Про то что проблема Не в вегетатике Не в панике И что это не главное Вот я вам могу показать Количество заявок На терапию Людей у которых Нет панических атак И они прошли Либо тренинг Которым обещал Что-то счастливое Либо у меня Посмотрели видеоролики Вот посмотрите Количество людей Которые Вот в ВКонтакте 5600 почти Да Вот это люди У которых Нет панических атак А ВСД Но что-то Как-то им не лучше Соответственно Здесь Надо просто понимать Что К вопросу о лицемерии Вопросу о том Что вас к этому побуждает Нет большой вопрос Конечно Дальше По поводу критики В последнем моменте Да По поводу По поводу Бизнес-молодость У меня последний из роликов Для бизнес-молодости Это вообще конечно Очень Странно У меня возникли Большие сомнения Что вообще с человеком Произошло Значит У меня Есть Энное количество Серьезных предпринимателей Которые Действительно Связаны С Молодежным проектом Бизнес-молодость И Они Меня попросили Снять ролик Потому что Я говорю Слушай У нас Куча народу Которые Такие же Как и мы Снимите ролик Объясни Что Вот есть такая проблема Как неврастыни Посмотрите Этот ролик Он называется Бизнес-молодость Как сохранить здоровье Заработать деньги Я не помню Что-то такое И я говорю Слушай Да нафиг это надо Они говорят Ну давай Давай И в итоге Я снял Ничего этот ролик Какого фееричного Не произвел Просто Снял и снял Что есть предприниматели Которых Есть сверхнеценные идеи В этом ролике Все рассказано Почему Это так Кого-то зацепило Опять же Вопрос К личной терапии И каким-то Личным амбициям Которые То ли Не удовлетворяются То ли Человек боится Что он что-то потеряет То ли Он потеряет Деньги То ли Он потеряет Какой-то Я не знаю Как это Объяснить Я объясню Так И закончим На этом Уверенный В себе Специалист Уверенный В себе Человек Не будет Булькать Потому что Булькает Там где Пусто Если ты В себе Уверен Сколько бы Красиковых Чего не Сказало Чего не Написало Тебе это Трогать Не будет Ты представляешь Вадим Владимирович Путина Который По поводу Того Что Эрдоган Написал Саркашвили Написал Начнет Писать Им Звонить Вадим Владимирович Путин Напишет Саркашвили Ты не прав Ты не прав И забанит Его Чтоб он Не ответил Ну что за Детский сад Это Вообще В принципе Вызывает Большие Профессиональные Сомнения В том О чему Ты учишь Какое Здоровое Мышление И какому Здоровому Мышлению Можно научиться У человека Который Так себя Ведет Большой Вопрос Поэтому Для меня Это искреннее Удивление Для меня Это искреннее Сожаление Что ли И даже Отчасти Разочарование Я как-то Немножко По-другому Воспринимал Человек Ну да ладно Я думаю Что там Три года Личной терапии И все будет хорошо Вот Поэтому Предлагаю вам Прийти на вебинар Трехчасовой По внутренним конфликтам Я все расскажу Покажу Технологию Классификацию Как это все С примерами Какая технология И стратегия Терапии Также Я 19-20 Марта Прилечу В Казань Я проведу Двухдневный семинар Где мы Внутренние конфликты Также будем Затрагивать В малой группе Группа малая Не комплексуйте Ничего там К вас пальцы Никто показывать Не будет Приходите Видеокурс Получите С методичками В подарок Значит Еще Ребятки Котятки Если вы хотите Чтобы я прилетел В ваш город В Питер В Краснодар В Сочи Еще в другие города Не надо мне Об этом писать На стене Есть почта Вот это Красиков Control Sobaka.gmail.com Достаточно Написать Своё имя Телефон И город Чтобы я Вас Отметил В заявке Потому что Как только Соберется Человек 15 Я беру билеты Ставлю дату Заранее И вас Оповещаю Я прилечу И мы проведем Другдневный Большой Семинар От Работы С симптоматикой До Когнитивной Терапии И работы С внутренними Противоречиями Еще хочется Вам сказать По поводу Лицемерия Называть Стыренные Технологии Своим методом Конечно Это очень Нелицемерно Называть Свои Вот эти Стыренные Объединенные В одну руку Бестселлером Нелицемерие Пользоваться Материалами Вашего Покорного Услуги Нелицемерие Это я Это я Уже на это смотрю Спокойно Это нормально Я хочу Рассказать Об эксперименте Который Называется Сформирование Это кстати Многим Сейчас будет интересно И снятие Экспериментального Невроза Безусловно Эту технологию Придумали В 50-х И 40-х По-моему Годах Также Метод Называется Системная Десенсибилизация Или экспозиция Разработанный Джозефом Вольпа И Мэри Джонс И Иван Петровичем Павловым В основе Своей Значит Суть Заключается В том Что я вам Сейчас расскажу Основной концепцию Работы Со страхом Это не Придумано Кем-то Это не Какой-то Метод И возьмем еще Парадоксальный Парадоксальный подход Виктора Франкла И так далее Значит Суть заключается В том Что Павлов Сказал Хотите я собаку Научу бояться мыши Что будет являться Экспериментальным Неврозом А потом Я собаку Вылечу Собаку Взяли Поставили В клетку И стали Показывать ей Мышь Как только Мышь Показывали Собаку Били током Мышь Убирали Ток Заканчивался Мышь Показывали Собаку Били током Мышь Убирали Ток Заканчивался Через Энное количество Повторений Мышь Появлялась У собаки Были зафиксированы Вегетативное Напряжение Поведение И эмоциональное Состояние Собака Щемилась В клетке В угол Забивалась А тока не было А мышь Была Как стимулом Вот так Павлов Заставил Собаку Бояться Мыши И как только Собаке Показывали Мышь У собаки Были Симптомы Вот вам Невроз С точки С точки Поведенческой Терапии Но Павлов Пошел дальше Он говорит Хоть я Вылечу Хоть Собаку Собаку Не кормили Несколько дней Что собаки Сделали Внимание Когда собака Голодная Три дня И хочет Кушать Это мотивация Базисная Взяли Миску С едой Поставили И в Пятидесяти Условно Геометрах Поставили Мышь Собака Испытывала Напряжение Потому что Мышь была Видна Собаке Было Хреново Но Мотивация Пожрать Была Тоже Высокой И Собака Преодолевая Вот этот Вот дискомфорт Невротический Пятилась К миске И ела Через Дискомфорт Собаке Не стало Хорошо Потому что Она что-то Осознала Через Дискомфорт Поперлась Поесть Потом Собаку Опять Не кормили Опять Создали Мотивацию Но Поставив Миску Мышь Подвинули Ближе Собаке Опять Было Хреново И она Опять Вот так Вот Поперлась Опять Через Дискомфорт Преодолела Это И опять Поела В итоге Короче Мышь Ставили Все ближе Ближе К миске И в Конечном Итоге Собака Уже Не испытывала Такой Дискомфорт Что Было Доказано Научно Об экспериментальном Снятии Невроза Таким образом Родилась Концепция Не придуманная Кем-то В 2000-х А придуманная Иваном Петровичем Павловым В 40-х Или 30-х Да я не помню Плохо Цифры помню Снятие И формирование Экспериментального Невроза Так была Разработана Основная Концепция Дисенсибилизации С кроликом С собакой С неврозом Мэри Джонс Американский Психиатр Решил провести Эксперимент Эксперимент С белым кроликом На людях Можно ли так делать Ну в общем Не буду рассказывать Историю психотерапии Суть заключается в том Что в итоге Основной Работой Работой Основной Концепцией Работы с фобиями Стало Дробление Контакта С объектом Страха На части Методом Проживания Методом Преодоления И выдерживания Это не придумано Кем-то Из молодых Начинающих Невротиков Которые хотят Чё-то кому-то доказать Биявся кулаком в грудь Я хороший Это придумано Давным-давно И не лицемерие ли это Брать всё это Называть Чем-то своим Не лицемерие ли Называть Какое-то здоровое мышление Когда ты сам Очень мягко говоря Далёк От здорового мышления Вот это Мне кажется Гораздо более Лицемерным Нежели Алексей Красиков Который Говорит о том Что без панических Атака ВСД Нет счастливой жизни Который Прямо заявляет Свою позицию С 2011 года Нравится вам это Или не нравится Буду продолжать заявлять И готов это доказывать Экспериментально И так далее Поэтому Не очень понятна Вся эта Какая-то реакция Но я к этому Давно привык Что ещё вам Рассказать Значит По поводу наркотиков Спрашивают И спрашивают Многие клиенты Покурили Что-то закинули В себя И они С этого момента Считают себя больными Значит Ребята Имейте пожалуйста В виду Что наркотики Не создают неврозу Просто в тот момент Когда ты Покурил Или что-то употребил Ты уже был Невротически Переполнен Напряжением И Наркотик Сыграл с тобой Злую шутку В реверсную историю То есть Наркотики Принимают Когда ты принимаешь Наркотик Он усиливает Твоё внутреннее Эмоциональное состояние Если тебе было хорошо То как правило Алкалоиды Усилят это состояние До уровня эйфории Радости И так далее А вот если ты уже К тому моменту Был переполнен Нутренней тревогой Внутренним противоречием Вот этими внутренними Конфликтами Борением с самим собой Тогда здесь Собственно Ты получишь От наркотика Только что Ты получишь От наркотика Только Напряжение Теперь я хочу Вам Включить Фрагмент Вопроса Который задали Владимиру Владимировичу Путину Бывают ли у него Внутренние конфликты И как он с ними Справляется Хотите послушать Мне кажется Это будет для вас Очень интересно Значит Давайте послушаем Значит У Вадима Вадимовича Задали Вопрос Находите ли вы В конфликте С самим собой И как вы решаете Эти конфликты И на этом закончим То как он ответил Это есть Один из элементов Несоздавания Внутренних конфликтов И элемент решения Более подробно Я об этом буду говорить На вебинаре 26 Давайте послушаем Две части Сначала одну часть А потом вторую Две минутки Буквально Слушаем Угу Вы часто Находитесь в конфликте С самим собой Нет Ну Бывают такие Конечно ситуации Хотя в общем и целом Угромного Таких каких-то Внутренних борений Так Холивания Страдания Конечно Я откровенно говоря Не очень Наспутываю В общем и целом Мне кажется Помняты Но Разумеется Вот сейчас Приходится Думать И готовить Решения Которые Не очень простые Второй вопрос Что вас Делаю то же самое Могу только Повторить сегодня Есть такие решения Доходитесь ли вы В конфликте С самим собой А я могу Повторить то Что сказал 11 лет назад Конечно Здесь еще Больше приходится Принимать Сложных решений Но При этом Внутреннего конфликта У меня Не случается Просто я глубоко Убежден в том Что прежде чем Принять такое решение Нужно как следует Подумать И я никогда Не принимаю Каких-то сложных Решений Которые могут Отразиться На судьбах Других людей Если я Не уверен Абсолютно В том Что я Принимаю Правильное решение А часто Принимаю решение Без которого Продвинуть То или иной вопрос Решить То или иной вопрос Не возможно Вот я не буду Сейчас особо Комментировать Об этом Технологично Я буду Рассказывать На вебинаре 26 числа Приходите Записывайтесь Пожалуйста Заранее Потому что Количество мест Будет ограничено Опять же Он будет не дешевым Группа будет небольшой И зал будет Ограничен Но тем не менее Кому интересно Приходите Поделюсь опытом Поделюсь знаниями Технологией Как говорится Welcome Значит Вот собственно Говорит так Жду вас в Казани 19-20 Обратите внимание Что если вы не можете Записаться ко мне На личные консультации На групповые консультации Вы всегда Можете начать С материала для самостоятельной работы Где разобрана И когнитивная терапия И депрессии И ОКР И технологии Внутренних конфликтов Это все доступно На сайте Безневроза ТВ В разделе Материал для самостоятельной работы Ну собственно Все Задавайте пожалуйста Вопросы уточняющие Кстати По поводу Вадима Владимировича Надо комментировать Там политические Какие-то ваши мнения Да Я просто сейчас Вам привел Пример Да Вот Поэтому Спасибо что смотрели Задавайте Уточняющие вопросы Предложите Какую-то тему Для дискуссии Я не знаю Да Роликов Огромное количество Уже На канале Поэтому Мне проще Вас научить Передать технологии Поэтому Приходите на Вебинар 26 марта На семинар В Казани 19-20 Записывайтесь Тоже заранее На семинар Бронируйте место Голосуйте За свой город Пишите На Крайсиков Control Собака Gmail Ком Приеду в ваш город Буду вас Два дня подряд Очень плотно Обучать Прежде всего Не работай С панической атакой ВСД Это тоже будет В начале Но очень Не долго А вот Главное Это технология Когнитинопоеденческой терапии И как Сочетается Когнитинопоеденческая терапия Их динамическая концепция Потому что Динамическая концепция Не подразумевает В общем Мышление А мышление Не подразумевает Динамическая концепция Соответственно Как это все Сочетается Как это все Скрещивается Как это применяется На практике И как это можно Самому найти Об этом И говорит Ваш покорный слуга На своих занятиях И буду рассказывать Об этом На вебинаре Так что Спасибо Что слушали Канал Невроза Мегаполиса Ваш Алексей Красиков До встречи Увидимся Пока